Пять лет назад Александр Куликов попал в аварию. Мотоцикл, которым управлял его родственник, занесло под КАМАЗ. Водитель погиб на месте. Александр чудом остался жив, но получил серьезную травму руки. С тех пор его жизнь полностью изменилась. Третья группа инвалидности дает мизерное пособие. А устроиться на работу оказалось не так-то просто. Супруга Александра вынуждена работать за двоих санитаркой в Барнаульской больнице. Каждый день к 8 утра приходится ездить за сотню километров. Выбора нет. В семье растет ребенок, поэтому финансовые трудности нужно как-то преодолевать, говорит женщина. Я вот работаю целыми днями, а вот он не может никак устроиться на работу. Хотя вот он, как бы у него и желание есть. Нам помогли хотя бы, хоть бы трудоустроиться ему. Вот и все, нам больше ничего не надо сильно-то так-то. Александр обратился в Краевой центр занятости, чтобы научиться новому посильному для него делу. Но, по словам мужчины, в помощи там ему отказали. Причина не совпадает адрес регистрации и место жительства. Александр прописан у родителей в Краснощоковском районе, а живет в доме супруги в Тольменском. Жена прописать его не может, говорит дом в собственности ее родственников. А ехать на родину, чтобы получить новое образование за сотни километров, опять же нужны деньги. Обратиться он может в любой центр занятости на территории страны, потому что все центры занятости владеют полной базой вакансий всей страны. То есть, если человек хочет найти работу в Тольменке, он может прийти в Барнольский центр занятости или посмотреть работу на портале «Работа в России». По словам специалистов, направить на профобучение может только центр занятости по месту прописки, куда в ближайшее время Александр и намерен обратиться. Но для того, чтобы устроиться на работу, регистрация не важна. Вот только слово «инвалид», как теперь узнал мужчина, работодатели приравнивают к слову «немощный». И с этим приходится учиться жить. Алена Февраль, Андрей Печоркин. Наши новости.